Вторая мельница Дорога под Нижним Новгородом Рекомендуем Совершаем Выбег по маршруту Москва-Ижевск Второй день Заночевал на трассе Было уже темно Плохая видимость Встречный Транспорт расцеплял Поэтому решил остановиться И должен сказать Что место мне очень понравилось Называется, повторю, старая мельница Об одной дороге Под Нижним Новгородом Автомобиль Шкода Рапид Базовая комплектация Автомобиль новый Получил его с пробегом Ну что Поехали Пожелайте нам удачи Так, гостиница Старая мельница Повторяю Мне очень понравилось Тихое Стокольное место Демократичные цены Полный спектр услуг Баня Сауна Все, что хотите Рекомендую На об одной дороге Гостиница Мельница Старая мельница Об одна дорога Нижнего Новгорода Стало светать И мы Выдвигаемся Обводная дорога Вокруг Нижнего Двухполосная В каждую сторону Разделена Газоном Пока жестких Отвойников не видел Продолжение следует... Двигаемся По обводной дороге Нижнего Новгорода Должен сказать, что В отличие От Регионов Сочи Сочи Здесь По крайней мере Вот в данный момент Информация Гораздо лучше Информация О дороге Гораздо лучше Нежели там Большие Огромные щиты С указателями С надписями Довольно-таки Непонятно Или ясно В салоне Становится Жарко Пришлось Отключить Мечу Будем надеяться, что Нижний, как и Москва Окружную Дорогу Под Нижним Сделать Такую же Освещенную Как и МКАД Температура За бортом Плюс Два градуса Так, наверное, есть На самом деле Потому что Ночь прошла Более-менее комфортно Подогрев одежды Не включал Обошелся Курткой Еще хотел бы сказать У меня Я с собой Перо Вот этот Массажер Купил на Алибабе Для шеи Не всегда Удается Не всегда Удается Проснуться Без Боли в шее Неудобно Может быть Лежать Или еще что Вот Кренажер Надевается На шею Включается Вибратор И в течение Там Пяти Десяти минут Вибрирует Чувствуется Сразу Ощущается Как Нагревается Шея Сам вибратор Не только Поднимает Два Две плоскости Сам вибрирует Плюс кофе Но еще Вращается По Шее Продолжаем Движение По Обводной Дороге Вокруг Нижнего Значит Немного Информации О Экипировке Одежду Приобретал В магазине Техноавиа Костюм Называется По-моему Телот Или полет Не помню Очень удобная Одежда Отправляет В дальнюю поездку Рекомендую На такую одежду Приобрести Очень много Карманов Все на замочках Вентиляционное Отверстие Одежда Нигде не давит Не жмет Не тянет То есть Довольно Комфортно И удобно Сидеть За рулем Есть два варианта Одежды Зимние И летние Но отличаются По цвету Зимний вариант Темно-синие Летний вариант Светло-бежевое Обратите внимание На это Перед Паверской Просто зайдите В интернет-магазин Техноавиа Я не являюсь Сотрудником Или Рекламным агентом Этой компании Просто делюсь Своими Своими знаниями Опытом И Своей информацией Еду В меховых носках Очень комфортно И удобно Такие Вчера ехала В туплях И правая пятка Начала Как бы Отмирать Или Как ее назвать Не знаю В общем Становилась Как щежая Пусть коробка автомат Левая нога Просто лежит На полу А правая Упирается на пятку И вот пятка Немеет О, подобрал слово Пятка начала неметь Ну, сейчас Более-менее Ногам Комфортно Тепло Я считаю Что комфорт Во время Во время Движения Это очень важный Фактор Меньше Устаешь Больше Внимание Дороги Сверостного Режима Сверостного Режима Сверостного Я к одежде на оливобе прикупил элементы для подогрева, нагревательные элементы от аккумулятора. Тестировал, вполне оправдывает своё название, назначение. Мне всегда и на каждом автомобиле удаётся построить сиденье, и все моменты неудобства, которые сразу бы не замечаются, в течение дня начинают себя проявлять. Или начинает затекать шея, или поясница, или ещё что-нибудь. Для этих целей я приобрёл массажёры трёх видов. Первый, я уже говорил сегодня, это такой пояс на шею. Вибратор, он совершает вибрирующие колебания и, плюс ко всему, вращательные движения. Второй массажёр, это трёхточечный вибратор. Очень хорошо массировать голову, опять-таки шею, плечи, ноги, особенно после поездки. И ещё один массажёр, это воздействует на активные точки. Типа высокого напряжения, видать. Всё это не от головства, а вызвано вот необходимости во время движения. Двигаемся по трассе, в сторону Казани, МР-158. Молотно дороги приличное. Надо подстроить немножко навигатор, чтобы заранее подключал. С утра едешь, не прослужившись. С утра не прослужившись. Типа. Норога. Норога. Двухполосная по одной полосе, в каждую сторону. Еще узкая. Так, выезжаем. Да, выезжаем. Через 100 метров продолжайте льедовать по главной дороге направо. Так, ситуация. Ситуация с дорогой не изменилась по одной полосе. В каждую сторону без разделительной линии, без маркировки, ни хрена нет. Называется дорога на Казань, Глен. Дорога, как видите, не очень комфортабельная, комфортная. По одной полосе, в каждую сторону, без разделительной, без разделительного барьера, отмойника, без маркировки. То, что вчера остановился на ночевку, и не стал двигаться далее, я считаю, что поступил правильно. Потому что... Дорога узкая, и вообще было бы тяжело ехать. Должен еще немного, пока не забыл, сказать про шумоизоляцию автомобиля. Конечно, шумоизоляции желают лучшего, но если сравнить с Шкодой Фабия, то значительно лучше. А в Шкоде Рапит с сухоизоляция значительно лучше. Хотя это до комфортной тишины в салоне еще далеко. Но автомобиль вполне приличный. Мне, например, он нравится. Единственное, что это вот рулевая колонка, немножко, на мой взгляд, мягкая. Я привык к более жестким. Ребята по радио предупредили, что перед перекресткой стоит машинка. То есть инспектор ГИБДД. Было нормальное название ГАИ, блин. Нет, гибэ-дэ-дэ. Тохнешь, пока произнесешь. Как издевательство, блин. Милицию, полицию, полицаи, ГАИ, гибэ-дэ-дэ-дэ-дэ. Гибэ-дэ-дэ-дэ-дэ. Что-то я разорщался с утра. Сейчас развернусь, а он не ведет. Развернись, где налево. Он, проезжаем. Сейчас на светофоре направо. Нет, мне нахуй развернут. Ладно, поехал я. Поехал я. Поехал я. Поехал я. Поехал я. Поехал я. Продолжение следует... 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 Включение скорости 90 Не знаю, с какой скорости я еду На спидометре пока 2.80 В навигаторе 70 Чуть интересная мигатор скорость над видеорегистраторами Время 7.34, 7.35 Время московское Движемся от Держнева Новгорода в сторону Казаки По маршруту Москва-Джевск Автомобиль Шкода пропит Базовая комплектация Зимняя резина Автоматическая коробка передач Автомобиль достаточно шумный Я имею ввиду звукоизолятор В сравнении со Шкодой Машинка приличная Коробка работает без вздумий На дисклей выводится информация Не знаю, как Затем настроить Не было времени Затем Затем Трасса М-2 Молга Движение от Тижнего Новгорода в сторону Казани Я бы не сказал, что трасса обделена Стоянками И дорожными кафе И заправочными станциями Но дорожное кафе Мой взгляд пока Ну, я бы так сказал Не располагаю доверие Особых доверие Шауна, шашлык, куры-криль Дорогу предпочитаю брать Где-то с собой Это то, что сделают доза Путерброды Горезные яйца Супы Кружка Горячая кружка Как называется Быстрого приготовления Здесь есть чайник От прикуривателя 20 минут И там кипяток Можно Брать на шарак Ролтон И прочее Сряться же без этого Куриники Молочку Несколько раз я попадал В этих Придорожных кафе Когда Спустя некоторое время Начиналась шутка И жога Что невозможно было ехать До рвота доходило Я себе сказал Все Хватит Есть Мотели Кафе Которые Жирной проверены Называют доверие Там нужно остановиться Я уже об этом Я однократно говорил Подонска Мотель Лович Между Иркутском и Красноярском Наш дворик Ну вот сегодня Тоже Приятное открытие Старая местница На окно Это на южно-южно-оксадной дороге Нашнего Новгорода В дороге Вот сейчас Пользуюсь Электрозной сигарой Сигаретой И газ Суббит Созменным Показанием Наверное километров 300-400 Точно сказать Невероятно На Лукойбе 92-38-90 39 Практически Наказание 330 Километров Цена топлива На этом участке Я уже обратил внимание Колеблется На 92-й От 31-го Восьмидесяти До 38 Восьми В общем Не понять политику Наших Христиаников Блин Восьмидесятый канал Восьмидесятый канал Это иметь ввиду Подключите Приглашите слух Восьмидесятый канал Freshman brain Так, переходный сигнал, температура за дворцом, плюс 0,5. Я 500 метров от себя, не переживай. Мошенников на трассе пока не встречал, те, кто торгует высами, с кочками, торгует с принадлежью. Выдавая за золотое. Надеюсь, что их уже нет. Продолжение следует... 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 Тогда бы инсолы не было. Субтитры сделал DimaTorzok 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 В Миротаре погода на юге, в Сочи. Неделю назад был в Сочи, а там плюс 12, плюс 14 днём. Поля все зелёные. Деревья, зелёные. Дорогие жестко 670 км. 670 км дорожного указателя. 660 км подавигатора. 670 км. Но наша ближайшая цель, ближайший пункт, это Казань. Это Казань. Заезжать в Казань не планирую. Потому что там по городу сможешь рядом с нами 40 км. Кругом камеры. Кругом гаишки. 11 часов. Менять карту памяти. Через 10,5 часа. ВКОРОЖЕНИЯ ОСОБРАНТО. Продолжение следует... Продолжение следует... Торговли на этом участке пока не заметил. Я имею в виду... Придорожная торговля. Инфраструктура... Три с половиной, наверное, четыре... Есть машиномонтаж... Есть сварка... Кафе придорожное... Места для отдыха... Вот примерно такая оценка. Участки дорог... Красные... От кафе избушка... Шашлык... Даже... Не подумали останавливаться... Аргументация была... Скажена... Ясно-красно... Через не останавливается... Три с половиной... Через... Аргументация за сотовую... Уч вытянесь... Три с половиной... Извините. Так... За 돌�、имо... Волки 60 км Девочка на трассе 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 В прошлом году была большая радость. Интернет аж захлебнулся, вот мои подписчики. Бердюшку сделали, никто не верил. А, бердюшка, это было из Урала, из из Урала. А, бердюшка, бердюшка. Да, малая бердюшка, это забадская. Да, вот бердюшку-то сделали, там 19 километров. А вот сейчас появляется Абатка. Ну, там тоже работают на Абатке, но не знаю, сделают или нет, блин. А это у тебя работа такая, или ты сам просто лопит, и что? Ну, я перегоняю машины легковые по России. Заодно пишу видео. Молодец, молодец. Респект, уважуха. Хоть, блин, там больше дорог наших будет в интернете, блин. Надо вообще этих, чтобы присмотрели, по чему мы ездим. У меня больше 800 подписчиков. Ну, я думаю, что некоторые серьезные большие начальники тоже просматривают это видео. Потому что иногда задают, блин, в личных сообщениях такие вопросы. Ну, я бы не сказал бы, что они интересуют водителей. Какого характера у вас вопроса? Ну, отношение вот к заправкам, к стоимости топлива. Потом отношение вот к этим платным участкам. Как я отношусь к платным участкам на трассе Дон, например. Я ответил, что должны быть государевы дороги бесплатные. Во-первых, у нас бесплатных дорог нет. Мы платим дорожный налог и так далее, и так далее. То, что разворовывается, это уже вопрос второй. А параллельно этим федеральным или государевым дорогам пусть строят эти платные, коммерческие, там, как угодно называют их. Да дело в том, что, ладно, бог с ним. Ведь они взяли куски федеральной трассы, поставили вот эти вот посты взимания платы. И ни хрена больше не делают. Вот на этих платных участках уже колейность появилась, блин. Да, там дежурит постоянно этот аварийный комиссар. Там работают эти трудяги, очищают там дорогу, какие-то знаки моют, ну и так далее, и так далее. Но я думаю, на первом месте должны быть бесплатные, условно бесплатные государевы дороги. Да, при таком развитии событий, что впереди ждет, улучшение вот этого покрытия полотно-дорожного будет несколько занятий. Вот это. От Уфы до Самары пройди по пятерочке, вот сейчас. Вообще убитая, вообще. Ну я вот буду из Иркутска возвращаться. Я поеду по пятерке. Иди, пройди. Невозможно. Все и хуже, и хуже. Каждый днем, блядю. Еще вроде бы зима, снег только начал ходить. Я взял вместе со снегом уже сошел. Там, по-моему, в Самаре один блогер написал стихи о том, что вместе со снегом сошел этот и асфальт. Ну и там подверг критике губернатора. Так этот придурок подал на блогера в суд. Вместо того, чтобы дороги отремонтировать, он стал с блогером судиться. Заходим. Ну, там и свобода слова, да? Вот и свобода слова. Ну, показали там, я фотографию смотрел этого губернатора Самары. Ну, мама родная. Вот по нему Магадан плачет, уверяю вас. Кстати, у меня есть полное видео о трассе Хабаровск-Якутск. Я снимал в конце зимы прошлого года. Ну, трасса Лена. Можете посмотреть, кому интересно будет. Все нормально, но... Так, минуточку, проезжаем этого машинку. До Якутска трассы Амур проехать, скажем так, без проблем. Дорогу более-менее сделали. Там 1200 километров. Процентов 10. Ну, просто идеальная дорога. Наверное, не уступает европейским трассам. Процентов 80. Дорога хорошая. Угравейка, все. Ну, и процентов 10. Ну, это застрелится, конечно. Нет моста через Лену. Подъехав к Нижнему Бестеху, в межсезонье, вы в Якутск не попадете. То есть, моста нет. Это переправа, как таковая, паромная еще не организована. Лед не сошел. И по леднику не пускают. Лед не сошел. Лед не сошел. Продолжение следует... Кстати, кому интересно будет найти мои видео, просто забейте в поисковике ютуба мошенники на трассе Омская область, Рязанская область и потом по ссылке на ленту, там много видео В марте будет и в шкалае Молганье 2 месяца надо засадить по Москве Тарijke Светлана Таршка Время Гуравия Светлана Восторг взлазил сейчас. Борисков сейчас звонил, блядь, говорит, блядь, пожалел уже, что по пятерке не поехал. Я говорю, а кто тебя, блядь, заставлял? Ехал бы по пятерке, я говорю, а что, как случилось? Да что-то на Владимирской объездной, там, блядь, что-то авария какая-то, я говорю, что на пятерке так же может, блядь, случиться. Короче, он поехал, что-то развернулись, там все разворачиваются, в город сонулся, блядь, в городе там тоже пробка втрили, да, короче, пиздец, глядь, стою. Спать меньше надо. Есть, больше не стал давать. Сюх, а ты слыхал новость-то, что цифровые тахографы надо до 1 июля поставить всем? С этого года? Да. Ну, что-то прошел, но я думал, что блядь, ясен. Я сначала подумал, потом пришел в интернете, порылся, да, и скалибровку делал, вот я в Мьянсе, на той неделе. Все тоже говорит, все, до 1 июля у вас, так, готовься, полтинник выкладывай. Замечательно живем. Ну, нормально, да, короче, сам тахограф херня стоит, самый дорогой, блядь, там, 13 тысяч, там, а блок из КЗИ 20, там, а блок из КЗИ, как батарейка у телефона, блядь, там, смотреть не на хер, они в кассовых аппаратах, блядь, типа, таких же стоят, но там что-то прошивка немного другая, но в кассовые аппараты, блядь, его стоит блок из КЗИ 5000, 4-5 тысяч, а здесь, раз на автомобильной коммерческой, значит, 20 должен стоить. С дуртом, короче, вообще, да, сейчас не знаю даже, че, блядь, как это, блядь, вот стоит та хор, что вам надо, блядь, в Казахстане никто никого не дое, блядь, вот нормально едут и все, блядь, какие та хор, которые стоят на машине с такими едут. Вот ты сейчас блок из Казахстана Тебе уже в Казахстан нельзя будет ехать Потому что из Казахстана блок стоит Тебе за народку надо учиться нахуй Специально блять Ну блять в Казахстан заехать ебануться надо блять Блок заживел на сторону блять На студии Есть еще лицея лицея Собирают Я пока ничего не буду Ставить буду на упор с этим ездить На старый Я вот этот автомобиль Посмотрел в 18-м году Надо повыскать Уже сразу побольше Так что 16-й год Разговоров не было Ну хрен так может сейчас Чудаке от 8-ми не собрался На 17-е то блять На это и боев надеется Может я сам не знал ни хера Я тоже сам что-то недавно узнал вот Не молчают Нигде ничего не говорят Блять Ни средства в мостовой информации Нигде на боях Только 9-е июня Это краска араб Как у нас всегда делается Ведет себя автомобиль Правый проходной Ребят Ведет себя автомобиль Хорошо Уверенно На трассе Попустим. Плохо. Какой проходной? Поскольку автомобиль... Говорим, не выживали. В левом месте рыб на лесу. Сколько бы не было проходной, все пройдем. Шахматном порядке. Обычно, бля, какой проходной не ездить ни хуя, бля. Да-да. По тому же, когда заходи. Максимально 90. Откат автомобиля. Расход бензина затрудняюсь сказать, потому что еще не разобрался с панелью приборов. Недостатки. Не очень хорошая идея. Это звукоизоляция. Шум нам в автомобиле лучше, чем в Скоттофабе. Но, тем не менее, шум слышен. От действует подлоконник. Правая рука висит в воздухе. Нет штатной... Органсистемы. А так замечаний критических больше нет. При отключении двигателя автоматически встречается ближний свет сам. Играть. Играть. Звуки. Вывод. Органсистемы. Именно. Один. Органсистемы. Извежимый свет. Это пикает навигатор X-Plane. Установлены две карты. Карта на Vitell и карта на Edo Role, по-моему, на последнее обновление 15-го года. Есть небольшие косяки. В карте не учтены все изменения, которые произошли на дороге. Но мне нравятся все равно. На панель приборов в данный момент выведена информация. Время, какая ступень автомата включена, температура, родины, путь, скорость, уровень спидометра. Ну и уровень топлива. С панелью не разбирался, некогда было интересно знать расход резина. Диски штрафованные.